Собственно, я каждый раз вот эти свои опасения обнуляю после этапа. То есть, вот это для меня закончилось и вот эти негативные вспоминания надо стирать. Да, вот они есть у нас в видосе, я их могу обновить, но только в части того, что это просто воспоминания. Никаким образом на новый этап они влиять не должны, это лишний мусор в голове и это совет всем. Если вы принимаете участие в соревнованиях и вас преследуют неудачи, обнуляйте их после каждого этапа, потому что вы должны на них учиться только, допустим, если у вас пошло что-то не так с мотором и вы сделали вывод. Ага, пошло не так, потому что. Починили. Все, больше никаких там опасений у вас не должно быть. Вы знаете, что вы свою проблему решили и вы выезжаете полностью готовые ментально. Обязательно. Парадоксы давят черепа пять кроты. Снова про блестящее, что бывает не золотым. Снова истеричная полемика, острая пылка. На аркетой рожи, как судорогая ухмылка. В панике шаришь в голове ручонками на ощупь. Ищешь доктрины, но все гораздо проще. Ты тупо обосрался от страха с трясущейся губой. Выйти один на один с самим собой. Мы зовем выйти открыто в атаку с наскоком. Мы только кометы, которых ночами ждут телескопы. Мы знамения и будто на торопях тянемся к своей земле, сгорая в полках слоях. На эту вспышку придут, пусть путь будет долог. Найдут среди кусты не горячий еще осколок. Мечтатели пили грим, что выжили меж плит. Люди, чей внутренний ринг обильно кровью облит. Порывы взять в узду, поставить на прицелы Из моих дробностей я становлюсь целым Полет в тысячу крушений держит свою цену Из моих дробностей я становлюсь целым Порывы взять в узду, поставить на прицелы Из моих дробностей я становлюсь целым Ты мне свою по проводам, а я свою со сцены Победа каждого из нас, победа в целом Слово за живое, тебя кронули, наши дикстаны Если мы звучим поблизости, знай, это неспроста На наших автомобилях были серьезные изменения, у Аркаши был новый двигатель, у меня только что перебранная подвеска тоже с небольшими изменениями. Нам обязательно нужно было перед гонкой машины испытать. Хочу сказать, что это гораздо сложнее, чем у нас в России происходит. Выехать потренироваться в тех городах России, где есть гоночные трассы, все на самом деле очень близко и удобно. У нас в Красноярске, можно сказать, вообще супер ситуация. Там мы потратили весь день, чтобы съездить пару кругов, проверить тачку. Местечко это было микро-эбиссо, то есть оно тоже в горной местности находится, кругом деревья, зелень и японцы, которые на таких полуразваленных машинках дрифтят. Та самая молодежь, которая как раз является зрителями дрифтовых каких-то мероприятий, которые занимаются дрифтом для себя просто по кайфу. То есть куча японцев, которые вообще вот нули там, они на восьмерке их разворачивают. Они там на своих SX, 180SX, Mazda MX-5 на всем подряд. На этой маленькой площадке, она реально 30 на 80 площадка, на которой я вторую передачу выкручивал и она заканчивалась. И то я до конца ее не мог выкрутить. Я думаю, и что мы здесь поймем? То есть на второй пятаке покрутим? Но это была единственная на тот момент доступная площадка для тренировок и она естественно была платная с жестким расписанием. Расписание выглядело так. На каждого пять минут стоит очередь. Больше, чем одна машина на площадку выезжать нельзя. По пять минут на участника и участников, допустим, штук девять в очереди стоит. Но это ладно, пять минут кажется мало. На самом деле, так как площадка очень маленькая и машина едет медленно, еще и боком всегда, она перегревается за три минуты. Это если вместо того, чтобы ты постоянно ездить пять минут, ты ездишь первые полторы минуты, смотришь, лишь бы там вода за 105 не ушла. Быстро-быстро-быстро как-то остываешь, носишься по ней вот так вот прямо, смотришь, вода упала и еще можешь чуть-чуть подрепить. Собственно, машина-то была в порядке. Я знал, что мотор там чуть попозже будет дуться, но меня это особо не парит. Главное, чтобы она работала. Больше мне ничего не было нужно. Я понимал, что на Адайбе этой машины будет достаточно. После того, как я затестировал свой автомобиль, я понял, что в принципе он годен, все нормально работает, двигатель самое главное везет. По передней подвеске небольшие изменения произошли, но не настолько глобальные, чтобы к ним долго привыкать. В общем, я быстро привык к ней и уже был готов к гонке. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Может быть, для многих будет новостью, но при всей развитости японской культуры автомобильного тюнинга, Невозможно на спортивной машине ездить по дорогам общего пользования. То есть накажут, машину заберут, сильно оштрафуют. То есть должен быть обязательно техосмотр, документы, номера. Все. То есть нельзя как в России ехать, допустим, отправить даже какое-нибудь сопровождение вперед, которое будет смотреть, а нет ли там милиции где-нибудь. Она паяется так внезапно, что не предугадаешь, да, и лучше проблем с законом не иметь. Допустим, в Далаке нет шиномонтажа, и мы ездили в верток сделать шиномонтаж. Вот в Далаке нет развала, мы ездили в верток сделать развал. Это вызов эвакуатора, погрузка. Едем 10 минут, 20 минут разгружаемся. Вот такая история. Невозможно там даже где-то по району проехать. Японцы сразу сказали, мы такие, да мы же из России, мы так делаем постоянно. Мы тачки на улице настраиваем. Можно мы проедем аккуратно? Они такие, не, не, типа мы тогда вас вообще знать не знаем, от вас откажемся сразу же. Поэтому дали нам эвакуатор, мы ездили везде на эвакуаторе. А у Гочи было все в порядке, кроме того, что был подрамник кривой. Подрамник вы привезли из России с собой в багаже, Серёвий его поменял быстро и все. Машина-то была сделана и было сделано очень круто в японском качестве. То есть, как вот сходят легенды, да. Если сделано в Японии, то это вообще идеал. Вот здесь вообще идеал был. То есть, прям постарались они. Продолжение следует... Итак, следующий этап Диуан. Токио Дрифт. Новая трасса в Адайбе. Вот здесь находится старт. Короткий примит и дуга. Поворот. 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 Финиш. Отсюда возвращаетесь. Очень короткая, но очень техничная трасса. Она вся в поворотах, извилистая очень. Все будет в дыму. Ну, она покажет, кто на что способен. Эта трасса очень подойдет Гоча. Последняя гонка этого сезона в Адайбе. Интересно, как же она сложится? Пожалуйста, наслаждайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Адайба в этот раз выглядела не в своем классическом виде. Она как будто была перезаточена на европейских пилотов, допустим. Мне так показалось. Помню, что в 2013 году там был быстрый разгон и постановка по кривой дорожке в стену. Я думал, что вот с этим придется чуть-чуть поработать. Найди эту грань. К этим постановкам я уже привык и был готов к ним. Потому что как раз они такие серьезно захватывающие постановки, которые ты каждый раз, как в первый раз ее делаешь. И очень нелегкие. А когда мы приехали, постановку на 100 сделали. То есть в этом году они всю Адайбу переиначили. Вообще собрали ее полностью по-другому. И постановка была, может быть, ну не на 100, не знаю, на 110, допустим. И она была очень, можно сказать, легкой. Она была легкой и непонятной. Не сильно как бы цепляющая. И задания не было ехать к стене. То есть вообще там было очень образно. Как? Разгонитесь, резко поставьтесь и езжайте. Где-то в середине. То есть не было траектории, да? Легко нам удалась эта конфигурация? В этот раз совсем легко? Во-первых, постановка не быстрая. То есть ты подъехал и там постановка фактически из клоча получается. То есть делаешь небольшой флип. Если ты хочешь попасть к стене, его либо позже нужно сделать, либо чуть-чуть соскользить туда. Ну, я там пробовал соскальзывать и просто туда подъезжать. По-разному. Но все равно держак у машины был хороший, кстати. Получился хороший держак. Она в целом очень неплохо работала. Получилась быстрой. На среднем угле. Не сильно углила. Не сильно дымила, потому что была, ну, не сказать, что мощная. Там где-то до 500 сил у нее было. По сравнению с теми чудовищами, которые выезжали, там все задымливали. Моя машина так не могла делать. Но темп у нее был хороший. И наш руководитель команды после проезда в моих нескольких говорит, о, типа классный темп. Ну, поэтому мне в целом нравилось на ней ездить. Она такая чуть-чуть жестенькая была. Но изменить мы ее уже не могли, поэтому ехал и кайфовал. Там у меня больше ничего не оставалось. Одним из главных шоу-стопперов, если не главным этапом, это был Вон Диткин Джуниор со своими двумя мустангами. Мустанги, конечно, космические. Абсолютно особенно на взгляд что японца, что россиянина. Я подошел к ним, я никогда не видел дристового мустанги. Особенно в новой морде которой. Это вообще абсолютно гигантское чудовище на 20-х колесах. Но это не компетишн кар с новой мордой, которая машина. Это машина, в которой он донатсы всякие делает, да, какие-то шоу-программы, видео ее снимает. Компетишн кар – это его машина, на которую он едет в Формула Дрив в Америке. Он ее тоже привез, она в старой мордочке. Машина 800-сильная Атма. Там V8 Ford Racing. Чудовище огромное. Звучит абсолютно дико. Японцы все сбежались смотреть на это, потому что японцы на 2-литровых пакетах молока ездят на своих трубовых, да. И здесь чудовище, это, по-моему, 7-литровое, я могу ошибиться. Без закиси, просто на высокой степени на хай-октане, которая очень быстрая, большая и громкая. Смотрелось максимально круто. На самом деле, мне было очень интересно, как поедет пилот Формулы Дрифт на такой маленькой затычной трассе. Вот, по их мнению, это очень затычная трасса, потому что, на самом деле, машины готовы совсем к другому. Это пилот реально топ-уровня. Он приехал, показал результат почти сразу же, качественный. Он быстро ехал, красиво ставился, быстро перекладывался. И даже внес что-то новое в D1, потому что видно было, что стиль абсолютно другой. Он, конечно, не зря свой хлеб ест. И делает крутое шоу со своими мустангами. Смотреть очень интересно. Развитие всегда безумия, всегда неслыханно. Мы движемся по курсу чьих-то сумасшедших выходок. Полмира ждет, чума вонзает лезвие в спину, когда чокнутый ученый на себе проверит вакцину. Ждут в догадках империи страха не та и обешенных, что кораблями вспарывают карт края. От чужих острот и колкости не остыв, кто-то с бумажными крыльями бросится в обрыв. Тысячам ученых мужей, как всегда, придется соплика отчаянного, назвать первопроходцем, окрестить отцом-основателем. Буквально биографии написать, с детства ненормальный. Мир застрял, совещание за форумом форума, бездвижил себя придуманным забором из норм. Границы расширяет тот, кто выходит за них. Нормальные восторги, мужик, да ты пси. Да у Гочи нормально все было. У него с Daigo Saito сразу в топ-16. Daigo Saito сразу в топ-16. Toyota Mark II, соотношение один к одному. Тысяча килограмм на тысячу сил. Отличное соотношение. Очень быстрая машина. Гочи с ним придется тяжело. Гоча знает, как ездить с Сaito. Сaito знает, как ездить с Гочи. Хороший топ-16. В этот раз в гонке на квалификации что-то с мотором случилось. Они там в ночь с механиками меняли мотор, ставили запасной. Он собрал тестовый GZ на алюминиевом блоке, который в Америке ему выточили. Он на нем собрал мотор, и как-то вот тест машины не прошла. Что-то где-то продуло, выдуло. И они ставили тот мотор, который в начале сезона стоял, нормальный GZ с чудовым блоком. Машина весом тонну, с мощностью тысячи лошадиных сил, со смещенным мотором в салон. Вот, в общем, чудовище на самом деле. Но не сказать, что это такое чудовище, с которым невозможно проехать. Готовы? Погнали! Вторая пара начинает заезд. Это битва чемпионов между Гочи и Дайго. Чемпион российской РДС Гочи против чемпиона японского Диуан Дайго Сайта. Ух, и как близко он начинает ехать. Как близко! Насколько же они близки! Гочи выдают невероятное количество дыма, и... Было касание. Интересно, кто же будет виноват? Никто не ожидал, что получится так, но бац, и машина Гочи остановилась. Давайте-ка еще раз посмотрим, как они едут впритык. Гочи жмет на газ, от двух машин столько дыма, и тут бац, и машина Гочи останавливается. Слушай, вроде же прямо перед твоими глазами все случилось. Ну так какие результаты-то? Четыре на два с половиной. У Гочи преимущество в полтора очка. Судьи решили, что в столкновении виноват Дайго Сайта. А Гочи в общем и целом достоин похвалы. Молодец! После того, как заезд завершился, я понял, что у меня преимущество, конечно же, потому что он меня развернул. Но это не означало, что мне ехать надо далеко. Это означало, что у меня есть шанс, как бы еще выше, но ехать мы будем так, как запланировали. Едем близко в любом случае. Зачем нам вафлить? Поэтому моя задача на постановке была именно близко поставиться, чтобы он не успел свалить. Просто в нем приземлиться и нажать на газ сразу же вместе с ним. Да ты посмотри, они просто едут друг на друге. Я понимаю, что думал Гочи. Он понимал, что если он ему сейчас в базу прямо на разгоне не поставится, даже если потом он будет отставать, у него будет хоть какой-то задел по преимуществу. Он это и сделал. Поставился ему прямо сразу в базу. А сайта почему-то не поехал. Можно даже предположить, что Гочи был настолько близко, что не дал сайта продолжить движение по траектории. И сайта с нее просто вылетел. Тут видно, как Гочи его вытолкал. В прошлый раз был сайта виноват. А что в этот раз? Признали виновным в этом контакте Гочи. И, естественно, дали поражение. Вот суббота для него закончилась. Начавшись абсолютно идеально, то есть первый заезд, это был билет в финал. Вот реал. Я это так воспринимал. О, 4,5 к 3 побеждает Дайга Сайта. Хибина набрал скорость, Юнага за ним не поступает. Хибина уходит, оставляя за собой очень много дыма. И так второй перезаезд. И бай прессует, бай прессует. Он подстраивается под машину Хибина и приближается. Насколько близко. Бай просто давит. Уходит в следующий поворот. Ну и какой уже будет результат? Так, поворачивает, поворачивает. И Хибина продолжает отрываться. У Хиросимы где-то ошибка была. Финальные парные заезды. Машина номер 87 Дайга Сайта против машины номер 53 Тетсуэ и Хибина. И они уже подстроились друг по другу. Заходят в поворот. Опасно, но у Хибина все получается. Ой, как здорово. Все ближе и ближе. Все абсолютно чисто. Смотрите, огонь, огонь. Он загорелся. У него вся задница горит. Огонь. Хибина горит. Смотрите. Вот чокнутый. Он горит, но все равно продолжает валить. Во дает. И второй заезд, перезаезд до финала. Ну что, получится ли выяснить победителя на этот раз? Кто же он будет? Дайга Сайта или Тетсуэ и Хибина? Сайта идет в втором сможет ли? О да, как близко. Просто невероятно, абсолютно близко. Сайта сокращает дистанцию. Давай, 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 давай. Он явно хочет получить тоже преимущество в полтора очка, чтобы было нищая. Старается изо всех сил. Перекладка. И в последнем повороте его чуть-чуть отпустил. И какой же счет? И снова, снова. 14,5 на 14,5. Снова перезаезд. Итак, на старте, походу, у кого-то большие проблемы. Он не сможет ехать. Он вышел из машины, а это значит, что все, победитель определен. Походу, Дайга Сайта остается в одиночестве. Он победитель. Кибино-сан, а что случилось и, собственно, что произошло? Ну, после того, как мы привезли машину из России, она была не до конца обслужена, не доделана. Сцепление было полуживое. Оно держалось из последних сил. Но когда я ехал первым, оно уже шалило. Передачи не включались. Я кое-как на нем отъездил. Но если бы я продолжил, то у меня бы наверняка еще что-нибудь сломалось. Ну, поэтому я решил выйти из соревнований. Простите, что так получилось. Да, действительно, обидка. Ну, и ты в одиннадцатый раз занимаешь второе место. Поздравляем тебя. Аркаша не участвовал в субботней гонке, потому что не накопил баллы за весь сезон. Достаточное количество, чтобы участвовать в шестом этапе. Они ограничивают доступ пилотов к квалификации, поскольку пилотов очень много. И так. И вот какое-то такое правило, что на последний этап не попадешь, если у тебя не накопилось баллов за 4-5 гонок. Хороших причем баллов. То есть нужно в топ-24 попадать, чтобы поехать в квалификацию. Экс-матч – это дополнительная гонка, на которую D1 продает билеты. И там ездят доп-участники, которые, допустим, ну, они не могут их показать, потому что вот типа я, лошара, не набрал количество очков дополнительное, а им хочется показать Сореграцева из России, да. Вот для таких вот лохов есть экс-матч, в который можно заехать и поучаствовать. Это вообще крутое мероприятие, хорошо, что японцы его делают, потому что оно по зрелищности, я скажу больше, оно больше зрителей собирает, на него больше приходит. То есть трибуны были в воскресенье заполнены просто битком. Готовы? Погнали! Итак, второй этап, пятая пара Циоси Тадзука и Аркаша. Аркаша догоняет, 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 догоняет. Ой, как он близко! Аркаша сокращает дистанцию. Перекладка. Заходит во второй поворот. Аркаша, получается, показывает совсем неплохую езду. Он прессует, вот прям конкретно прессует. Русские, я смотрю, любят поддавить. Да, им удалось очень здорово дистанцию сократить на самом деле. Какое мастерство! Ты такая техника, такой прессинг. Походу, у русских такой стиль, типа Гоча стайл. Шесть на шесть с половиной в пользу Аркаша. Итак, второй заезд. Впереди Аркаша на красной машине. На желтой Циоси Тадзука. Так, вошли в поворот. Давай, 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 давай. Он пытается приблизиться. И-и-и-и. Ай-яй-яй-яй-яй. Касание прямо перед моими глазами. Цу-тикун, прямо перед нашим носом. А с той стороны никому вообще ничего видно не было. Да, ситуация не из легких. Вот, загорелась лампочка. Вопрос уходит на рассмотрение судьям. А что происходит, когда эта лампочка загорается вообще? Ну, у судей есть свои камеры, с которых они смотрят повтор в замедленном режиме и решают, кто прав, а кто виноват. Походу, Тадзука после того, как в Россию съездил, там блинов, русских обожрался, стал такой дерзкий, вперед все время лезет. И вот у нас есть результаты. Победителем этого заезда становится Аркаша. Россия лучше. Япония лучше. Да, Япония лучше. Япония лучше. И Россия лучше. Мы лучше. Да и Кигуя тоже ништяк. Да, Кигуя тоже ништяк. Ай, Чиосака. Все хорошо. Слышите, балаболы, хорош уже. Что один балабол, что второй. Про Хибина можно сказать, что с нашим приходом у него как-то вообще все наладилось. Мне кажется, он должен в шапке-ушанке теперь всегда ходить. У него все пошло хорошо после того, как приехал Гоча. Он Гоча проиграл. Приехал в Россию, начал здесь ездить. И у него поперло. То есть у него был в России сезон такой, не сказать, что был очень, да? Он понял, что пора что-то, наверное, поменять. Раз уж и в Японии, и в России побеждают, да? Уже в России начали думать, а может, Хибина-то и не крут на самом-то деле. Что он в Японии? Гоча проигрывает. В России он тоже всем проигрывает. Скажется, Реград сошел победить в один раз. И Хибина его не отпускает. В этом заезде явно преимущество у Хибина. Обалдеть, какое мастерство. Да, не иначе, как в России натренировался. Походу, вошел во вкус. Он ведь в России, между прочим, победил 8 раз подряд. Поэтому он находится в приподнятом настроении. И, значит, Хибина привозит в 2015 году в Владивосток свою Супру. И выигрывает все этапы из возможных в Владивостоке. И привозит ее в Японию. И тоже едет на ней. Просто вот, не знаю. Одна из лучших машин, один из лучших пилотов чемпионата в моменте становится, да? Хибина приближается. И снова великолепная позиция. Это черный супер, просто зверюга какая-то. Посмотрите, насколько близко. Очень близко. Просто обалдеть можно. Скажу одно. Круто, что Хибина выехал на парад под российским флагом. Под японским и под российским. Очень круто. Значит, он респектует Россию. Но в России, действительно, для него, он очень много времени в России провел. Со всеми дружит, нормально все, со всеми катается. Делится информацией, что самое главное. То есть, он не закрыт. У него огромный багаж знаний, да? Что бы вы там ни думали, топовый пилот японский. И у него, представьте, 20 лет, наверное, ездит уже, если не больше. Поэтому он информацией делится. И просто нужно правильно вопрос задать. Это не то, что там подойти. Ну что, Хибиноч, как ехать-то? Расскажи, куда там попадать? Нет. Правильно задайте вопрос. В правильно заданном вопросе половина ответа всегда. Поэтому тем, кто правильно-то ему вопрос задает, он открывает такую информацию, что с ней можно побеждать потом. По-моему, у машины какой-то непростой звук. Да-да-да, что-то такое интересное. Звучит, как V-образный SR. SR повышенной мощности. Да-да-да-да-да. У Гочи в воскресенье тоже случилось повторение соперников. У него опять попался карбоновый 180SX, который был в ОСА, и с которым заезда не получилось. Только сейчас не получилось, он по причине того, что у Гочи вышел из строя мотор. Он шлем снял? Походу, движку пришел конец. Он говорит, что все. Блин, а ведь только вчера Гочи из России показывал такие хорошие результаты. Все ведь так ждали такого же драйва, как вчера. Видимо, он сегодня в гонке не будет участвовать. Блин, а я так хотел посмотреть, как он на этом SR едет, а? Ну, представьте, мотор 10 тысяч оборотов крутить. Маленький сырочек, да? Мощь, с которого там больше 600 сил на хай-октане снимается, на давлении 2 бара. И все там так ездят. У Сайта, что думаете, там GZ, да, супернадежный стоит. Сайта возит с собой два мотора на каждый этап. И у него бывает, они заканчиваются на одном этапе, эти моторы. Когда ты строишь спортивный мотор, там нет компромиссов никаких. Мы здесь сделаем вот поменьше, да, но понадежнее. Все там выворачивают на максимум, потому что иначе не догонишь никого. Мощность нужна, отдача нужна. Ну и поскольку Гоча проехать не смог, победителем этого заезда становится Катсуя Бай. Блин, я так хотел посмотреть, как Гоча вторым поедет с ним. Он же вообще не оставляет места между своей машиной и ведущим. Он реально такой дерзкий вообще. Приехать на Д1 и уехать безрезультатно, а результат для нас это просто показать красивые, качественные парные заезды. Ну, уехать без этого было, конечно, грустновато. И я понял, что вот Аркаша наконец-то сделал то, к чему шел. Он то, что хотел, он получил. У него получилось качественные парные, близкие заезды мясные показали. И так, в этом заезде ведет Аркаша, вторым идет Яити. И сможет ли его ЛФА приблизиться к чемпиону России Аркаше? Так, хорошо идут и... Остановка! Аркаша остановился. Что-то произошло, почему он остановился? Имамура мастерски избежал столкновения и продолжил свой заезд. Касания-то сейчас явно никакого не было. У него, походу, передача вылетела. Ну да, вообще, скорее всего, похоже на то. Просто вылетела ни с того, ни с сего, да и все. Возможно, хотел перейти со второй на первую, и что-то там не получилось. Господи, как они только не врезались-то? Не, ну всякое бывает, у меня тоже такое бывает. Поэтому я Аркаша понимаю, часто случается. Преимущество получилось у него плюс 2 балла. Плюс 2 балла можно отыграть, хотя бы на ОМТ. Поэтому второй заезд обратный, нужно было ехать максимально близко к нему. У него же был наскар мотор, этот V8 800 сильный, атмосферный. Он перед этим этапом прикрутил еще и турбокит на него. Вот такое ведро повесил, ему типа 800 сил мало, будет больше. Думаю, главное от него на разгоне не отстать со своим эсерчиком маленьким. И думаю, все будет в порядке. Заходит в поворот, и Аркаша в легкую догоняет LFA. Отлично! Как близко, как близко идет, посмотрите! Давай, Аркаша, давай, молодец, еще ближе! Притык, притык, посмотрите! Аркаша показывает великолепную технику езды вторым. Аркаша просто супер! Потрясающе! Аркаша просто супер! Борщ! Аркаша, походу, зарабатывает два очка. У него вообще не было никаких проблем с сокращением дистанции. Вот это да, обалдеть! Если он получит столько очков, сколько мы предполагаем, то он отыграется. Он просто идеально подстраивался под угол первой машины. Не отставал прям до самого конца. Ай, он получил полтора очка! Это значит, что выигрывает Яйти Имамура. И так, лидирует Хибина, преследует Кавабата. Ох, как Кавабата прессует! Блин, обалдеть! Вы посмотрите! Ой, опасно! Опасно, насколько же близко! Буквально в миллиметрах от него. Все в дыму, не видно ни черта, я ничего не вижу. Касание? Кажется, касание было. Да нет, это было не касание, он бочку сбил на самом деле. Был желтый флаг. Что будет дальше, посмотрим. Хочется вернуться, поедем. Не в 16-м, значит, в 17-м году. Усилия для этого прилагаются. Процесс идет. Есть сложности экономические сейчас в России. Мы живем в не лучшие времена. И даже здесь тяжело стало ездить. Будет тяжело, 16-й год будет тяжело. Но при всем при этом мы не унываем. Работаем над тем, чтобы обязательно и в Россию ехать полноценно, и в Японию вернуться. Задача такая стоит. И победитель Масата Кавабата. Поздравляем! ТОРАКТО МАТИНГ ТОРАКТО МАТИНГ ТИМ! Не хочу быть уверенным, уверенность успокоит. Я растолстею и не пролезу в двери к вам. Не хочу богатство на себе по жизнью натащить. На день хочу быть богатым. Знаю, во что вложить. Я не хочу пользоваться приборами. Руками чувствовать жизненный сок. Это здорово. Всю жизнь одну картину мира беречь. Не хочу пускай растут мои небоскребы поверх моих. Пусть я совершаю прорывы, а через время диву дают. Как я мог в эту предятину верить? Путь будет сомнительно, неизвестно двояко. Боюсь до смерти в чем-то, убедившись встать наякой. Я аж во ртовые перегрыз, опять и не прогадал. Пусть я свое искомое не найду никогда. Натирать один кубок до гроба мне точно никак. Я хочу стареть в статусе вечного новичка. Дни минувшие, как фотографии, остаются вовек неизменными. Образы на страницах альбома, точно в бараках военнопленные. Никому не исправить картинку, во вчера не внести коррективы. Никому не укрыться от вечности, от прицела ее объектива. Господин или пешка, американец или осетин? День прошел, а на счетчике каждого без исключения минус один. Еще один кадр отснят, щелчок сотвора как плеть. Срываюсь в голову, боюсь на фоток себе самому не успеть. Меня нет на снимке перона, машинисты не ждут у них график. Я бегу через жизнь и рассыпаюсь на миллион фотографий. Либо пешком по остывшей зале, либо по углем бегом. Меня нет на снимке перона, я запрыгнул в последний вагон. Мы можем быть живы только сейчас, никто не надышится про запас. Игра в перегонки, замешкался, остыл. Не принимается ничья, время или ты. Мы можем быть живы только сейчас, никто не надышится про запас. Игра в перегонки, замешкался, остыл. Не принимается ничья, время или ты